Здесь каждый в поле воин и пророк, своей судьбы и многих что вокруг. Пусть неудача, это все ж урок, тут главное кто ты и кто твой друг. Лаборатория автомобильной диагностики. Поможем, подскажем, научим, расскажем. Ну что, доброе утро всем. Наконец-таки у нас наступила осень, пошли дожди, стало холодать, прошли выборы без выборов, ну и так далее. А сегодня я, как всегда, да, как всегда, еду в город Калуга. Вот этот город уже родным. Стал я практически туда езжу с завидной пунктуальностью два раза в неделю по разным вопросам. Либо это диагностика в связи с отказами, либо это диагностика перед покупкой. Но до смешного я туда действительно ездить стал очень часто. Город большой, красивый, древний. Ну и вот сейчас я в который раз еду в город Калуга. Смотреть автомобиль Renault T Euro 6. Причем у этих ребят, я уже был однажды, они продавали Камазы 54-93, что сейчас они же продают Renault T. Вот еду смотреть, но она там одна, но тем не менее. Вообще я вам скажу, что машины категории Euro 6 в России, ну практически невозможно эксплуатировать, в связи с чем. Во-первых, они все со впрыском Common Rail, соответственно сажевый фильтр, соответственно EGR. Во-вторых, эти машины, сколько бы я не видел, попыток перепрограммировать, отрезать EGR, все заканчиваются крахом двигателя. Euro 6 машины, начиная от микроавтобусов и кончая сидельными тягачами, не перепрограммируются. Ни одной программы корректной я не видел. Все программы основаны на том, что отсутствуют показатели температурные до катализатора, после катализатора, отсутствуют показатели по датчику NOX. Хрен его не знает, как устроен в связи с этим впрыск. То есть машина работает в каком-то вообще непонятном режиме, соответственно, который убивает, как правило, начинается с топливных форсунок. Потом ложится турбина, но потом, сами понимаете, все на букву Х, и нехорошо, нехорошо всегда все это заканчивается. Уже устал объяснять, что на этих машинах впрыск в пиковой точке достигает 2800 бар, это очень много. Что отрезать EGR на этой машине, евро шестой, независимо от производителя, нельзя. Потому что температура сгорания в цилиндрах организуется такая, что плавится поршня. Поршня там все, на всех машинах стоят сейчас металлические. Представьте себе алюминиевый поршень, который был вот такой большой и металлический. Но он сейчас не такой большой, какой был, а он укороченный. Потому что если сделать такую чушку большую, она будет весить бешеное количество килограмм. Соответственно, стоят облегченные поршня, металлические из сплава, который сможет выдержать такую температуру. Поэтому и не стали ставить алюминиевый, потому что он просто не выдержит. И покрытие на поршне сверху тефлоновое. Так вот, если отрезать EGR, как правило, плавится поршня. А на очень многих машинах удалить, допустим, от блю на евро шестом автомобиле невозможно без отключения EGR. И я ни одной корректной прошивки не видел, ни разу. Сразу после перепрошивки вырастает расход топлива. Машина начинает лить в цилиндры, но и все заканчивается перегревом ЦПГ. И, в общем-то, крахом. Поэтому, ребята, эксплуатировать автомобили Евро-6 в России, ну это чрезвычайное занятие. Начиная с того, что у нас нет такого дизельного топлива. У нас какая-то каша. Непонятно с какими добавками. Непонятно чему отвечающая. И нередко в солярке находят растворители, смесь. То есть, ну, страшно. Страшно эксплуатировать такие машины. Если на евро пятых еще, допустим, удается отключить от блю, то на евро шестых... Но это... Я не видел ни одной машины. Независимо от того, какой производитель. Итак, едем со мной в Калугу смотреть автомобиль. Простояли почти час в пробке, где-то 50 минут. Под железнодорожным мостом в районе Киевского поселка Киевский. Населенный пункт Киевский. ДТП по светофорам. Сейчас в нашем ряду, который идет в область, объезд вот этого ДТП идет по встречке, ребята. И стояли мы 50 минут. Видите, по навигатору все черное. Вот такая вот картина у нас происходит здесь. Ну, дождик, серое все. Скорее всего, кто-то, кого-то по светофорам, видимо, не заметил. Сейчас доеду, посмотрю, что там произошло. Ну, бывает. Но злые люди из дальнобоя сразу начинают орать, что А, вот, два дебила встретились, это сила. То есть, вообще от ДТП никто не застрахован. Люди устают, люди чего-то не видят. Да даже самые опытные водители иногда чего-то не замечают. Это нормально. Но вот этим вот панторезам за рулем Им кажется, что они-то самые крутые, А что вокруг все идиоты едут. Поэтому они всякий раз вставляют свое слово, Говоря о том, что вот, вы-то вот видали, Мы-то тут крутизна, А вот эти дебилы, которые столкнулись, они дебилы. Но на самом деле от ДТП никто не застрахован. Вот что произошло. Ох, какое ДТП, ё-моё. Достаточно сильное. Ларгус столкнулся с иномаркой. Серьезное ДТП. Даже очень. Вот результат стоит. Слава Богу, все живы. Сработали подушки безопасности на иномарке. Да. Бывает, бывает. Ребята-регулировщики стоят, нажимают светофорчик, чтобы как-то ускорить процесс прохождения ДТП. Ну вот так вот. Сибиризм, да, противоположный светофор. Перед светофором стоит столб. Видите? То есть фактически, что за светофором происходит, ничего не видно. Какой дебил поставил столб? Спрашивается. Дебилы. Почему машины в продажах такие плохие? А это яркий показатель того, как в кавычках качественно обслуживаются и эксплуатируются автомобили. У нас перевозчики судного дня. Почему? Да потому что после падения Советского Союза все, что было из автомобильных структур в виде автокомбинатов, это все уничтожено, это все перекочевало в комельские структуры, которые благополучно из этого сделали стоянки, рынки, ну в общем, все это сдано в аренду. Оборудования там нет, ремонтных мастерских там нет и так далее. Поскольку разрушили заводы и фабрики, а именно при них была система профтехобразования, эти заводы содержали систему профтехобразования, которая воспитывала для этих заводов квалифицированные кадры, подрастающие. Сейчас заводов нет, профтехобразование, система канала в лето. В 2005 году ее переориентировали. И почти 80% ПТУ просто исчезло с лица земли. Вместо ПТУ стали колледжи, от слова кол. Так вот, при больших заводах и фабриках были гаражи, автопредприятия и так далее. Для которых готовились специалисты. Сейчас этого нет. Значит, сейчас нет квалифицированных специалистов по ремонту. Есть какие-то лишенные за пьянку водители, которые сидят где-то в ямах ремонтных и продолжают слегка заливать горе пивом, при этом какие-то выполняя действия по замене там чего-либо. Но это делается сильно не квалифицированно. Соответственно, нет качественных водителей. Почему качественных водителей нет? Да потому что система подготовки водителей, которая была в СССР. Заметьте, в СССР было все прогрессивное. И все работало как часы. Так вот, система подготовки и переподготовки водителей, которая была в СССР, она сейчас отсутствует. Сейчас за деньги можно купить права со всеми категориями и пойти работать, не имея никаких знаний. Соответственно, автопредприятиями командуют менеджеры судного дня, перед которыми учредители ставят задачу. Меня интересует вот такая сумма прибыли. Как ты это будешь делать, меня не интересует. Ну и что делает менеджер судного дня? Конечно же, он режет затраты на ремонт автомобилей, укорачивая дистанции между ТО. То есть, если по мануалу ТО положено в 60, значит, делают 120. И таки экономия на материалах, на ремонтах, на обслуживании добиваются какой-то своей цели. Что делают еще менеджеры судного дня? Режут водителям зарплату, выстраивая систему таковую, которая позволяет их обманывать в полной мере, потому что на необслуженной машине добиться экономии топлива, которую ставят перед водителем как цель, ну, практически очень трудно, если, конечно, машина не новая. Да, если она новая, то она еще как-то, пока все допуски и посадки более-менее нормальные, целые, да, машина себя неплохо чувствует, она еще хоть как-то выдает этот результат. Но вот если машина походила какое-то количество километров уже, там, скажем, 500 тысяч, и если не менять на ней воздушные фильтра, топливные фильтра, то это приводит не к экономии топлива, а совершенно наоборот, это приводит к перезатратам топлива, потому что нарушается динамика разгона автомобиля и так далее, и тому подобное. Соответственно, то же масло, да, если оно старое, если оно эксплуатируется в поддоне двигателя уже 100-120 тысяч километров, куча моточасов при этом не меняется, одолевается просто тупо, оно уж потеряло свои качества смазывающие свойства, соответственно, повышенная сила трения возникает в различных узлах и агрегатах. Я нередко при диагностике вижу, что температура масла достигала на автомобиле 120-130 градусов, это ужас, это недопустимо, это говорит о том, что это техническая неисправность или масло уже превратилось просто в воду. Вот. Поэтому существуют у нас сейчас перевозчики с судного дня, потому что все нацелено на максимальную прибыль. любым путем, любой ценой, независимо от того, что есть режим труда и отдыха, ну и так далее, и тому подобное. Отсюда и машины в продажах такие убогие, но эти перевозчики с судного дня ставят себе цель продать эту машину, потому что на ней нужно как-то заработать, поэтому они же скручивают пробеги, поэтому они же, как у нас в народе говорят, накрашивают губы, да, и ставят при этом ценник несоответствующей технической оснащенности автомобиля. То есть у нас все с ног поставили на голову, абсолютно. И сейчас мы находимся в состоянии кверху жопой, я извиняюсь. Отсюда вот такие машины в продажах. По этой же причине, по причине отсутствия напрочь образования, как среднего, так и высшего, у нас появляются дебилы-рекламщики. Представьте себе, как три разных по смыслу слова объединить в одном. Такие как еда, СТО и столовая. Да очень просто! С точки зрения дебилов-рекламщиков. Пишется с большой буквы начало. Еда! Дальше. СТО! Все в одну строчку, без пропусков. И дальше. Ловая! Что получилось? Еда, 100, ловая! Вот вам объединение вот этих вот бестолковых, необразованных людей, людей в одну группу, которая пытается достичь каких-то, как им кажется, целей. Вот вам безобразие недообразования, ребята! Ну что, город Калуга, здравствуй! Вот я опять и здесь. Организация, в которую я еду, ни много ни мало, это КАМАЗ-центр Калуга. Так что, ребята, будем посмотреть автомобиль Рено Т Евро-6. Ну а самое забавное, что договаривались мы на 12 часов, сейчас 15 минут 12-го, машины нет. Машина едет откуда-то, где проходила предпродажная подготовка. Но мне 15 минут подождать как бы, ну не вопрос. Вот. Ну лишь бы она приехала через 15 минут, а не через час, а не через два. Посмотрим, ребята. Машина 17-го года. Стоит она 6900, по-моему, если мне память не изменяет. Сейчас посмотрю, мне ссылочку скинули. Так, посмотрим на ссылочку. Так, сейчас, момент. Момент. Так, значит, машина. Да, 17-го года 6800. С НДС заявлено 505 945 километров. Колесная формула 4х2. Вообще, на фотке смотрится красиво. Ну, а по факту, посмотрим, что по факту, когда приедет. Если приедет. Смотрите, сколько условностей. Пойду пока на второй этаж, попью кофе. Говорят, у них кофемашина здесь есть на втором этаже. По зданиям в 40 минут пришел автомобильчик помытый. Дверь мятая. Повреждения с правой стороны. Я уж не знаю, где он там ездил. стекло 16-го года с правой стороны. Так, лобовое стекло родное, тоже 16-го года. С левой стороны 16-го года. Прошивка 460. левая передняя расход по внутренней боковой дорожке. Диски уже под выброс передние тормозные. С левой стороны кабина в точечной сварке. Резина с левой стороны. Остаток протектора достаточно приличный. Повертрак. С левой стороны пневмо-баллоны Renault стоят оригинальные. Задний мост редуктор не вскрывался. Тормозные диски. Но с левой стороны задний тормозной диск новый. С правой такой же новый. Расход практически отсутствует по задним тормозным дискам. С правой стороны резина. Тоже протектор достаточно большой. Остаток процентов 50, наверное. Подушка кабинная шипит. Замена. Но ребята сказали сами поменяют. С правой стороны кабина. Подозрительно смотрится. Но она в точечной сварке. Смешно. Спойлер с правой стороны снимался полностью. не валялась ли она на боку вопрос такой. Сброс в масле. Фильтр не меняли давно. Кардан. Кардан не снимался. машина только что отмыли. Двери с правой стороны дверь не снималась. Инструментальная ниша. Инструментальная ниша. Отчетливо видно, что она демонтировалась. А повреждение получается с правой стороны. И дверь повреждена. Здесь уже шансовый инструмент лежит. Интересно. Подножка с правой стороны. А вот подножка по-моему целая. Подножка целая. Винномер хорошо читается. 215.03 С левой стороны дверные петли не снимались. Подножка целая. Аттестация тахографа. 20.01.20 тахографа. Странно, но здесь инструментальная ниша целая. Не демонтировалась никогда в кабине. Чехольчик выгрузан. 505.01.284 километра это мы сейчас посмотрим. Выглядит она вот так Холодильник Отсутствует От него осталась ниша Тахограф Технические данные Принтер Печать началась В принципе отмыт Красиво Ничего не могу сказать Вот такой вот он Но не самая высокая кабина С надстройкой здесь капотной Распечатка идет Смотрим что там По распечатке По распечатке там Полная туфтень получается 31.06.20 20.09.20 Аттестация тахографа 290.000 километров 294.126 И все И больше ничего Вообще больше ничего То есть аттестация тахографа Единственная 20.09.20 Так Вин номер его 215.03 Но аттестация с 2020 года То есть тот тахограф Который здесь стоял Его просто нет Уже подозрительно Под капотом В принципе выглядит Как все остальные Кабины на пневмоподвеске Оптика оригинальная Стоит с правой стороны И с левой тоже Маслозаливная крышечка И крышечка не родная Вообще непонятно от чего Но машина горячая Не сапунит пока что А крышка не с него явно У него тут другая должна быть В принципе демонтажа Следов никаких нет Внизу Сапуномасло С маслозаливной горловины И она перемотана Вообще изолентой И хомут какой-то висит Поэтому и крышка не от него Забавно Усилитель бампера целый Повреждений нет Пришлось переставить машинку Назад А то она мешалась Стояла Пришлось переставить В общем тахограф пока что не от нее Не знаю со чего Но это не от нее Машина 17 года Тахограф установлен в 20-м году Это раз Ключок не держится Здесь на шурупчике Привинчен Любит у нас шурупчики вкручивать Да и вообще вкручивать Здесь остатки того Что он здесь чиркнул Видимо пострадала Правая сторона Я уж не знаю В кого он Где он Во что он Въехал так Шурупчик откручиваешь Шурупчик откручиваешь И есть доступ К подъемному механизму Но кстати говоря Вот здесь Мазут какой-то Остался на фаре Шурупчик на место Вкручу Чтоб не потерялся Кстати правая сторона Firestone Фирстон Колесико Но имеет 50% Остаток И расход По внутренней Боковой дорожке Тормозной диск Изрядно походивший Можно менять Двигатель Фильтра какие-то не оригинальные Стоят С правой стороны Здесь ничего не менялось Двухлистовая передняя рессора С левой стороны Двигатель Д11 К2Л Здесь тоже ничего не менялось Ну в принципе Работает довольно-таки сносно Турбина чистая Масла на торбокомпрессоре нет Но в интеркулере Вон в том вон Есть какие-то масляные разводы Непонятные Ну а остальное Все вроде Рама Вроде чистая Без повреждений Я их не вижу Здесь Ну и с левой стороны Рама тоже вроде чистая Там жгутик Что-то отрезали Фишечку Болтается Любят у нас отрезать Укорачивать что-нибудь Варвары Центрифуга идет Сапуна С верхней клапанной крышки Опять же Мятый с правой стороны Катализатор С правой стороны Бак Мятый Интересная была Картина И крылья Тоже с правой стороны Пластиковые Мятые А дверь Низ вообще не от него Это с разборки Дверь вот так вот Мятая Полностью Это очень хорошо видно Ну и спойлер Вот этот вот Его Правили Делали На нем вмятины Его снимали Это тоже Очень хорошо видно Просто Замечательно Ну что для начала Замена передних Тормозных дисков Оба Вместе с колодками Соответственно Замена Патрубка маслозаливной Горловины Там стоит имитация Замотанная Просто Изолентой Ну наверное Ремонт правой двери Сделать нужно По нормальному Замена Подкабинной Подушки Машина Все таки С правой стороны Битая Куда-то Ну и сейчас Посмотрим Что тут остальное Что тут есть Пока Ничего не могу сказать Напряжение У нас 29,1 Но аккумуляторы Не сильно Посмотрим Что дальше И пришла Она откуда-то Издалека 5826 километров Прошла Пока До сюда Доехала Уж не знаю Что это было Сейчас поглядим Плюс Отсутствует Холодильник В машине Тоже Большой минус Кто не вдавался В подробности Такой рекламы Счастливого пути И следы Такие Типа Уходите Ребята Отсюда Уходите Что Первый двигатель Диагностика Смотрим Что там Диагностика Что там С ошибками Были Какие И какие есть Низкий уровень масла Отсутствует информация О подтипе Один раз Слишком низкий уровень Охлаждающей жидкости Отсутствует информация О подтипе Тоже Один раз Когда Это было 05-09-22 Зашибись 06-09-22 То есть Масло здесь Не доливают Все равно Продавать Ну ладно Блок управления Двигателем 215-03 Его стоит Моточасы двигателя 11254 Моточаса 505-964 Но 506 тысяч пробега Не сильно соответствует Я бы сказал Эксплуатационные данные Температура охлаждающей жидкости От 101 до 104 21 час Сильно Но это Крайняя зона Нагрева Это не перегрев Но крайняя зона Нагрева двигателя Основной температурный Показатель От 91 до 95 градусов Так Температура масла Вот по температуре масла Можно сказать О том Что происходило До 115 градусов 6 часов До 120 градусов 3 часа Ребята Здесь масло Не меняли никогда Судя по всему Если меняли То какую-то хрень Лили 120 градусов Это когда я ехал То о чем я вам говорил По маслу Можно понять Что происходит С двигателем И какие Параметры Его работы Защита двигателя Это отклонения Если были какие-то Смотрим 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 В принципе В принципе Ничего у нас не было Моточасы Обороты холостого хода 3409 На холостом ходу Моточасы Транспортное средство Движения 11246 Всего 14656 Моточасов Ха-ха Ой господи Это вообще Не соответствует Ну просто никак Ни в какую Но на холостом ходу Прошло почти 3,5 тысячи Моточасов Но пробегать Не соответствует Вообще Расход топлива Всего Да 31,61 литра Это очень много Для такого двигателя Запись данных Системы снижения токсичности Счетчик Регенерации Смотрим Время 12 часов Вручную Регенерация 28 часов Дифференциальное Давление В противосажевом Фильтре 10820 часов До 3 килопаскалей Давление Масла Давление Масла До 5 бар 4034 часа Основной Показатель До 7 бар И сброс 34 часа Редукционный клапан Масляного насоса Работает нормально Единственное Что температура Масла была Вообще Никакая Очень Большая Скорость Транспортного Средства Так Ого Машина Отвязана От 123 До 130 Тысяч Км в час 1092 Часа От 130 Км в час 15 часов Но это Издевательство Это вам не гонки С этого рая Не выйдет Как говорится Ничего Вот вам Эксплотанты С судного дня Ой господи Измеряемые параметры Диагностика Выбор параметров Смотрим Кстати Двигатель Стоит Евро 5 А не Евро 6 Забыл Сказать Пробег На круиз Контроле 130 373 Км Общее Количество Израсходного Топлива На круизе 37197 Литров Уровень Масла 100% Счетчик Пройденного Расстояния 505 964 Км Ну в общем Все понятно С этим автомобильчиком Расход топлива За поездку Так 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 Топливо в движении Время работы двигателя Общее количество Угу Пробег При движении На высшей передаче Ну и так далее Расход топлива 1,7 литров в час Многовато будет 2,3 литра в час Еще и прыгает Это Ужасть Ужасть Поэтому у него И нагрев масла Чрезмерный был Форсунки здесь Хрен правильно работают Да Ребята Пулемет я вам не дам Как говорил Таможник Верещагин Балансировка цилиндров Второй цилиндр Минус 10 Первый цилиндр Ноль Второй Минус 10 Третий Минус 17 Четвертый Минус 6 Пятый 41 в плюсе До свидания Ребята До свидания Шестой цилиндр Минус 11 Процентов Содержание сажи В противосажевом фильтре 52 процента Форсунка льет В пятом цилиндре Просто нещадно В плюс 40 Ну куда это С этого автомобиля Уже Ну Содержание сажи 50 процентов Ужас 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 Дальше Дальше смотреть Неинтересно Ужас Время работы Двигателя С активным Предупреждением Но это в секундах Но тоже дофига Ой блин Средний расход От блю 1.955 Почти 2 литра в час Это очень большой расход Потому что Он пытается Погасить то Что выплевывает Неправильная смесь Вот Он давно Это делает уже Балансировка цилиндров В пятом Плюс 41 Как и было Вот так вот Вот вам график Работы Пятого цилиндра Оттуда Одномоментный расход 2 литра в час На холостых При прогретом двигателе До 86 Износ тормозных Колодок Смотрим 72 73 72 68 Это Вторая ось Правое колесо Но там чуть-чуть Диск Слегка Тоже В общем-то Больше расход Чем слева А вообще Почти по кругу 72-73% Остаток Блю здесь К слову сказать Отключен Опять же Из той же серии Машина перешита Отблю отключен Тахограф Не от него На машине 14 тысяч С половиной Моточасов Машина гоняла Как такси Со скоростью 125 км в час Что тут можно ожидать Перегрев Температуры масла Ну Судя по всему В общем-то Связываться с этим автомобилем Смысла нет Картридж Воздушного фильтра Система воздухоподготовки Значение износа 34% Такая интересная Запись панели приборов Блок управления двигателем Некорректная операция 0.9 0.9 22 10 12 25 Утром дело было Один раз Информация о системе Это в панельке приборной Лежит Да Как тут все весело-то Сканирование автомобиля С выключенным двигателем С обключенным зажиганием Сканирование началось Батарейка здесь слабая Она ругается на батарейку Да Пошло-поехало В общем Много геморроя с этой машиной Машину сильно не любили И при такой температуре масла Ожидать хороших результатов При такой температуре эксплуатации масла И при таком скоростном режиме Эксплуатации автомобиля Ожидать хороших результатов От этой машины смысла нет Только приехал Зашел Менеджер говорит А вам Ваш клиент не говорил Что у нас еще МАН есть Что может быть МАН посмотреть Я сразу напрягся Потому что менеджеры обычно Так просто не предлагают Скорее всего знают Что машина это не очень Но теперь я знаю Что менеджер действительно знает Что машина это не очень Ну вот вам Яркий пример Эксплуатанта С судного дня Машину эксплуатировали Что называется Не вкладывая ни черта Все на шурупчиках На изоленте Гоняли как на гонках Машина перепрограммированная И не утруждались Что-то ремонтировать Там форсунки какие-то А зачем Нафиг не нужно И в принципе Подход Приблизительно У всех такой Единственное Конечно машина Стоит по низу рынка Вот Но С этим низом рынка Большого смысла То есть Сюда вкладывать Надо где-то 1800 И Результатов Хороших После такой эксплуатации Я думаю От двигателя Ожидать не придется Я бы Если бы брал эту машину Я бы вскрыл поддон Посмотрел бы состояние вкладышей Коренных шатунных Потому что Уж больно большая температура масла Если масло Не меняли часто Что скорее всего Похоже было То Можно ожидать чего угодно Ну а на сегодня Все ребята Вот такие вот эксплуатанты Судного дня Ну а техцентру КамАЗ Калуга Спасибо В принципе Есть у них менеджер Такой Ну приятно поговорить С техническими знаниями Хотя молодой Но достаточно так Хорошо и корректно общается Мне очень нравится С ним разговаривать Я его уже не первый раз вижу Вот И он Ну Вполне такой Скажем так Человек Который Не пытается Что-то скрыть Где-то обмануть Он говорит то Что знает про машину Ну то что не знает Ну откуда они могут Допустим Сделать диагностику Если Они эту машину Видят Второй раз в жизни Соответственно Про эту машину Это я им рассказал Что с ней происходит А до этого Они только догадывались О том Что это не очень хорошо Ну вот так вот Ну а на сегодня Всего доброго Спасибо за внимание Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok